Ребят, всем привет! С вами Арсений Филин. Знаю, что у вас сейчас катастрофически мало времени и вы особенно не настроены смотреть разные видюшки. Поэтому очень кратко расскажу вам о самых важных вещах, с моей точки зрения, на экзамене по математике. Первое. Обязательно возьмите с собой в день экзамена блокнотик, тетрадочку, ежедневник. Что-то, куда можно записать. И как только вы вышли из пункта проведения экзамена, вышли за территорию здания во двор, никуда не идете, никому не звоните там радостные, что вы все сдали, или грустные, что вы ничего не сдали. Вы садитесь тут же на лавочку, на бордюр, на асфальт и записываете те условия задач с развернутым ответом, которые вы пытались сделать. Это очень важно. Почему? Потому что через несколько дней вам вышлют результаты проверки. Вместе с результатами проверки вам вышлют сканы ваших работ. Но в этих сканах будут только ваши записи. Условия задач не высылаются и держатся в секрете. Соответственно, после экзаменов начинается. Здравствуйте, Арсений Андреевич, а идти мне на апелляцию или не идти? Здравствуйте, Марья Ивановна, а мне кажется, мне тут незаконно сняли. А как вообще это решать надо было, и что тут не то? А как мы можем понять, что у вас не то, если у нас нет условия? И дальше начнется перерывание интернета в поисках похожих задач. Каждый год я говорю это своим ребятам, и каждый год одно и то же. Все выбегают с экзамена и бегут там звонить кому-то в кафе, там еще куда-то. Вы отойдете 15 шагов от здания, вы уже потеряете какую-то информацию и забудете. Сразу же, сразу же это надо сделать. Дальше. Ну, дальше небольшая реклама и ставка. Напоминаю, что мы в связи с тем, что ЭГ совсем близко, распродаем годовые курсы по математике, физике и русскому языку. Если интересно, вся информация в описании. Ну, если вдруг нас смотрят 10 класс и ждем вас на летних курсах, присоединяйтесь. Момент номер два. На профильной математике особое внимание уделите тестовой части. Особенно, если вы считаете, что вы профи и для вас вообще экзамен элементарный, тем более уделите особое внимание первой тестовой части. Во-первых, потому что если вы идеально сдадите тест, то вы уже там баллов 50-60 в зависимости от шкалы будете иметь, а это уже какая-то база, основа. Во-вторых, потому что по статистике наибольшее число потерянных баллов идет как раз на тестовой части. Тут связано и с банальной невнимательностью. И с тем, что последние годы составителя именно тестовые задания делают с подвохом, сложнее немножечко или где-то что-то вот необычное. Тем не менее, по статистике огромное количество ошибок допускается в тестовой части. Даже среди тех, кто считает, что он там 90 плюс пишет. Внимательно читайте условия и смотрите, что вас спрашивают. В задачах на график часто люди пропускают, что надо определить там какую-нибудь максимальную температуру на интервале от до. В 12-й задаче не путайте точку максимума и максимальное значение. В текстовых задачах внимательно смотрите, что вас спрашивают, то ли вы дали в ответ. Третий момент. Черновик. Мое личное мнение, черновик на ИГ это зло. По возможности не пользуйтесь черновиком. Как только вы решили тестовую задачу, сразу заносите ответ в бланк. Не надо выписывать столбиком все ответы на черновичке. Почему? Во-первых, люди не успевают это сделать. У них отнимают бланки в конце экзамена. Во-вторых, гораздо больше ошибок вы допустите, если будете переписывать в процессе просто переписывания ответов из черновика в бланк. В-третьих, это потеря времени. Ну а в-четвертых, это просто не имеет смысла, потому что у вас есть поля для исправления. Если вдруг вы ошиблись в тестовой задаче, что, в общем-то, мне кажется маловероятным, вы сможете всегда подправить свой ответ через бланк исправления. Выписывая ответы к тестовым задачам на черновик, вы увеличиваете шансы на ошибку. Что касается черновика в части с развернутым ответом. Это, конечно, хорошо. Но, опять-таки, не рекомендую вам полностью писать решение на черновике, а потом его полностью переписывать. Во-первых, это ошибки. Во-вторых, это потерянное время. 90% сдающих жалуются на то, что им не хватило на экзамене времени. Ну, конечно, из тех, кто хочет что-то высокое получить. На черновичке прикинули идею, поняли, что там вот дальше будет теорема косинусов, все сходится, все отлично. Все, решаете дальше аккуратно, медленно, вдумчиво, но на чистовике сразу. Что-то не так, зачеркнули, пошли дальше. В чем проблема? Не тратьте время на черновик. Черновик вам нужен только, чтобы понять идею, понять, что все окей, и вы с задачей поняли, как решать. Четвертый момент. Уже несколько лет подряд всплывает одна и та же проблема, связанная с организацией экзамена. Людям не хватает бланков. Ну, на самом деле, вот этот момент с бумагой, может быть, уже немножечко не актуарен, потому что все материалы, то есть и задания, и бланки, печатаются сейчас прямо в аудитории на принтере, вы уже все это видели на базе. Так что это, наверное, больше имело отношение к прошлому году, когда бланки были. Но, тем не менее, даже вот на информатике, ребята, кто писал сейчас уже, говорят, что бывало, что в аудитории не хватало бумаги. Так что тоже будьте осторожны. Это, конечно, не такая глобальная проблема, как это было раньше, но это означает, что там минут 10-15 могут искать бумагу по другим аудиториям, грубо говоря, да? Имейте это тоже в виду. Ну, и пятый момент. Просто по тактике, как, мне кажется, правильно будет вести себя на экзамене, как правильно распределить свое время. Еще раз. Время на экзамене по математике – это очень важный фактор. Его катастрофически мало. Итак, получили бланк, решили тестовую задачу, внимательно, никуда не торопясь, аккуратно все посмотрели, что вы ничего не пропустили, поставили нужный ответ в бланк, в чистовик. Второй номер – решили, поставили ответ. И так далее. До 12-го дорешали. Открываем еще раз первый номер, решаем заново, сверяем ответ. Второй – решаем заново, сверяем ответ. Так второй раз проходим по всему списку задачи. Не решается у вас, например, никак там 11-я задача. Окей, отложили в сторону ее, времени не тратим. После того, как тестовая часть сделана, полностью отложили бланки. Если у вас там все решено, больше их не трогайте. Дальше занимаемся только C-частью. Решаете, например, 13-ю задачу. На черновике прикинули идею, поняли, что у вас все сходится, идея вам понятна. На чистовике аккуратно, медленно, все аккуратно записывая, оформляете. Оформили, естественно, нужно проверить. Будьте, кстати, очень аккуратны. Огромное количество глупых ошибок, типа того, что там косинус 45 градусов – это корень с 3 на 2. Огромное количество таких ошибок. Даже у тех, кто, конечно же, знает, сколько косинус 45 градусов. Будьте предельно осторожны здесь. То есть, главное – не допустить глупых ошибок. Итак, решили первую задачу. Все вроде у вас окей. Еще раз ее проверяем. Еще раз перечитали на всякие глупые ошибки. Перечитали, все уверены. Отложили ее больше и не трогайте. Решаем вторую, третью, четвертую и так далее. Потому что проверять задачи все в конце будет намного сложнее. Вы забудете свою идею уже. Лучше постараться дорешать какие-то сложные задачи. Может быть, пару баллов там взять. И да, ребят, многие, кстати, спрашивают, можно ли решать не по порядку. Конечно же, можно и нужно. Решать нужно задачи так, как вам проще. Сначала решать простые задачи. Те, которые вам понятны. Ну, для большинства тактика должна быть такой. Решили тринадцатую, решили пятнадцатую, решили семнадцатую. После этого выбираем из геометрии, если есть что-то посильное, решаем. Потому что геометрия, как правило, во-первых, сложнее, чем эти задачи. Во-вторых, дольше по оформлению. Ну, а дальше переключаемся на параметр или на девятнадцатую. Все, всем удачи. На сложных задачах не зацикливаться. Не переживать, если что-то не получается. Ваша задача не взять сотку. Ваша задача написать лучший экзамен, чем те, кто сидят рядом. Чем те, кто сидят в соседнем пункте проведения экзамена. Если задача сложная для вас, это хорошо. Потому что она, скорее всего, сложная и для остальных. Поэтому сложные варианты в чем-то они даже вам идут в плюс. Это значит, что для остальных эти задачи тоже сложные. И у вас есть шанс обогнать людей на этих сложных задачах. Не знаю, насколько это видео было для вас полезно. Может быть, вы и так это все знали. Но если, на ваш взгляд, в ролике содержится какая-то полезная информация, будет здорово, если вы поделитесь ей с одноклассниками, с друзьями. Может быть, в какой-то мере это поможет. И остальным сдать экзамен чуть-чуть лучше. Продолжение следует...